Смех и юмор продлевают жизнь и улучшают настроение, и это уже давным-давно известно. Но вот талант продлевать нам с вами жизнь именно таким образом дается далеко не каждому. Мы приветствуем всех зрителей телеканала Беларусь 4 и предлагаем провести этот вечер вместе с нами. Этим добрым вечером будем говорить о юморе и юмористах. Есть мнение, что артисты, которые выбрали для себя юмористическую нишу, в жизни довольно серьезные люди. Ну а монологи, от которых мы катаемся со смеху, рождаются в достаточно серьезных условиях. Кто такие комедианты и юмористы, как рождаются шутки и что необходимо сделать для того, чтобы мы, зрители, их поняли. Об этом и не только расскажут наши сегодняшние гости, которые совсем скоро появятся в студии. Доброго вечера! Друзья, сегодня у программы «Добрый вечер, Гомель» гость, с которым можно поговорить серьезно о смешном. Лауреат международных фестивалей сатиры и юмора, пародист-юморист, шоумен, участник первого фестиваля пародии в Одессе «Большая разница» Денис Липин. Денис, добрый вечер. Добрый вечер вам, добрый вечер всем. Здравствуйте. Я надеюсь, ничего не упустил из того, что вот пока перечислял все твои статусы. Нет, ну там не было флюорографии, группы крови, ну это не важно. Ну, в конце концов, я не знаю, как еще назвать, представить Дениса и вообще, какие у него звания, я не в курсе этого, но на дне рождения у него пел сам Александр Солодуха, и это не шутка. Действительно, был такой грешок, был день рождения, и Александр с удовольствием исполнил вот эти все такие зажигательные хиты, вот это, знаете, «Здравствуй, чужая, милая», «Та, что была моей», как он пел в Витебске. 20-й раз я в Витебске и 20 у меня детей. Вот, ну, на самом деле, это, конечно, шутка, хит просто хороший, поднял всем настроение, поэтому, пользуясь случаем, спасибо, Саше Солодухе. Ну, можно, пользуясь случаем, кстати, Александру Антоновичу передать. Привет. Александр, огромный привет. Здравствуй, чужая, милая, поет сейчас вся моя семья, вся родня, вся родня с дня рождения, не перестают цитировать эти золотые слова этого золотого хита. Денис, но все-таки речь сегодня не об Александре Солодухе, а о тебе. Вот скажи, пожалуйста, если бы тебе предстояло дать краткую портретную справку о самом себе, вот как бы ты рассказал, Денис, Липпень это... Красивый, умный, в меру упитанный мужчина в полном расцвете сил, как говорил Карлсон. Ну вот, процитировали и Карлсона. Сегодня, по ходу, вечер, цитат получается. Солодуха, Карлсон, кто у нас еще в копилке будет? Ну, много будет сегодня персонажей, не будем открывать все тайны. Пора бы уже переходить к Липпенью. А можно я вот попробую задать серьезный вопрос? Денис, как ты считаешь, вот каждому ли дан в талант стать юмористом? Или это все-таки штучный товар? Нет, я думаю, что это все-таки... У каждого есть свои таланты. Кто-то хорошо пишет, кто-то хорошо поет, кто-то хорошо шутит. И если ты уже в детстве замечаешь этот какой-то в тебе небольшой талантик, то ты его должен развивать. Потому что я помню, я уже в школе все... Ну, родители вообще думали, что я стану врачом. И хотели, чтобы я был врачом. Но учительница по белорусскому языку, когда увидела, как я играл Микиту Лапоть, я там играл Микиту, она сказала, Липпень не дурей, ты будешь гумористом. Вот так. И эти слова оказались пророческими. Хорошо, ну а если бы врачом, то врачи, они тоже люди с чувством юмора. Каким бы врачом ты получился? Я не буду говорить, конечно, каким врачом, но вы догадались, каким бы врачом я был, потому что... Да. Вот. Естественно, кардиологом. Ну, потому что сердце, опять-таки, когда человек смеется, улучшается сердечный ритм. Поэтому, собственно говоря, я являюсь тоже неким таким доктором. Ну, по большому счету... Смех продлевает жизнь. Действительно, мы об этом только-только говорили. Ну, вот смотри, гомельский зритель, ну, чего там уже скрывать, с тобой знаком не так хорошо, например, как столичный. Да, меня знают здесь вот два человека точно. Ну, на суши целого гомельского эфира... Да, привет, ребята. Будут знать больше. Всегда вас Денис Липень. Скажи, пожалуйста, в Минске на улицах часто узнают? Ну, да, узнаю часто. Говорят, когда вернешь долг. Я как бы на это шучу, говорю, нет, я вас не знаю. Ну, вот так вот как бы. Нет, на самом деле, конечно, да. Узнают, говорят, эй, вон сердючка пошла. А вот, ну, как-то иногда бывает так обидно, что, поскольку я имею такой грешок, занимаюсь пародиями, пародиями, и часто пародирую Верку сердючком. Поэтому иногда слышу, что вон в очереди сердючка стоит, смотри. То есть, как бы уже ни Денис Липень, ни юморист, ни пародиями, да, да. Вот, поэтому, как бы, ну, это тоже может быть какая-то небольшая популярность. Хорошо, Денис, а скажи, ты помнишь ли тот момент, когда вот ты понял, что все у меня получилось, вот то, что ты уже какую-то слабую ощутил? Да, в школе, это был восьмой класс, когда я играл Микитова Лапость. Вот смеялись, люди смеялись, пришли родители, они все смеялись. Они все смеялись. Я это понял, я ощутил такой кайф, что я тогда уже понял, что вот если для юмориста главный сертификат качества, вот я серьезно говорю, это смех. То есть, как бы кто-то ни говорил, он успешно, неуспешно, для юмориста главное, чтобы зритель смеялся. Если он смеется, это сертификат качества юмориста. Ну, а вот после школы или в течение института, что было? После Микитова Лапти, наверное, какой-то был следующий шаг. Конечно, я вел корпоратив школьный, уже тогда в одиннадцатом классе вел выпускной, это был мой первый корпоратив. Родители, наверное, хотели видеть сына врачом, тут получился сын юморист, но все-таки затрагивалась в семье тема, что, Денис, зачем тебе это нужно? Как ты собираешься в дальнейшем зарабатывать себе на жизнь и как ты себе видишь свое дальнейшее взрослое будущее? Ну, когда я принес первый свой гонорар, то мама сказала, можешь быть юмористом. То есть мама дала добро и зеленый свет? Да, да. Друзья, вы знаете, у нас есть уникальная возможность увидеть Дениса, скажем так, в небольшом бэкстейдже, посмотреть, как он выглядит за пределами сцены, за пределами телевизионной студии. Давайте посмотрим небольшое видео, а после вернемся в эту студию и продолжим наш вечер в серьезном стиле, но все-таки о юморе. Буквально час один до концерта, поэтому надо быстро собираться. О! О! Здравствуйте! Билеты есть? Сожалею, все билеты проданы. Это плохо. Шлем держится? А у тебя? У меня тоже классно. Ладно, погнали. Давай, работаем. Третьи сутки уже поет, репетирует все. Ты был необычный, ты был обыкновенный. Для звезд могли бы уже сделать и пошире проходы. Ё-моё. Друзья, сегодня у нас знакомство с Денисом Липенем, знакомство с его творчеством. Но, понимаете, всякое может на телевидении случиться. У нас в студии просто срочно взамен о гостях. Здравствуйте. Здравствуйте. Девочки, мальчики, всем привет. Добрый вечер, комик. Велком. Всем привет. Ну все, спасибо, что пригласили. Конечно, я скажу честно, я приехала сегодня одна. Без мамы. Моя мама выиграла путевку в Китае. Сейчас, правда, там никак не может выиграть путевку обратно. Но это не важно. Это не важно. В общем, ребята, ну, задавайте свои вопросы. Я на все отвечу. Клинусь, клинусь. Даже не знаю теперь, как обратиться. Вера или Денис? Я не знаю. Как-то Вера Око. Обращайся так. Вот это не будет. Да. Хорошо. Денис, скажи, трудно ли смешить людей? Но нас ты уже успел насмешить. Серьезно? Не, ну, потому что, когда взяли такие вот красивые девочки, слушай, такая красивая девочка, красивый мальчик. Ты понимаешь, Танюша, я всегда говорила, что красивые девочки красят глаза. Некрасивые, да, красят забор. Вот, поэтому я вижу, Танюшка, глаза накрашены, все нормально. А я видишь в очках. Ну, все дело. Спасибо, Вера. Денис, обычно сколько реквизита везешь с собой на концерт? Ой, ну, конечно, как мне уже разговаривают, я так буду или... Раздвоение личности, Саша, назначено лицо. Ну, все дело, ты понимаешь, ну, это же антидепрессанты, все дела, поэтому не вышло из образа. Вот, ты понимаешь, конечно, много реквизита на концерт. Там и вот это все, и все остальное. Ну, я только, ну, по-легкому сегодня, так, знаешь, вот, шапочка, потому что жарко, все-таки липень, жаркий место, ты понимаешь, поэтому вот так вот такой, знаешь, такой вот легкий вариант, летний вариант Веркой Сердючки. В школе было все весело. Да. Ты был номер один. А вот в детстве, если брать, были ли концерты на табуретках для соседей? Вот у меня, например, были такие. Никогда. Никогда не было вот этих концертов на табуретках, потому что, слава богу, за все надо платить. Все. Ну, правда, ты знаешь, я скажу честно, что меня деньги не волнуют. Не волнуют. Вони меня успокаивают. Вот. Поэтому я тоже хочу пожелать вам спокойствия. Спокойствия. Спасибо. Вот. Ладно, давай превращайся, Верка Сердючка, назад, в Дениса Липеня. Вот, не хотите, но надо. Не хотите, но надо, да. Да, раздвоение личности. Иногда не знаю, кто я, Верка или Денис. Ну, вот сейчас я Денис Липень. Прическа нормальная? Ну, это не мешает входить из одной роли в другую роль? Нет, конечно, можно по-разному. Все нормально. Жириновский у нас в студии сегодня. Добрый вечер, Гонин. Здравствуй, Александр. Здравствуй, Татьяна. Нормально. Спасибо, что пригласили. Задавайте вопросы, отвечу сразу. Вы к нам как, самолетом, поездом добирались? Я на велосипеде, пешком, нормально, здоровый образ жизни. Я хочу сказать, что надо всегда всем вести здоровый образ жизни. И тогда будет здоровая психика, как у меня. Сколько образов сейчас у тебя в арсенале? Ну, в арсенале сейчас, наверное, порядка 20. 20 пародируемых людей. И, наверное, порядка 10-15 образов. Вот что я заметил только что. Вот как только Денис включается в какой-то тот или иной образ, я не знаю, о чем спросить. Вот есть такая штука, что сидел бы и смотрел. Как только выходит из образа, можно дальше продолжать беседу. Я же так в налоговой разговариваю, ты понимаешь? Тогда все, там никто ничего не понимает, все нормально. Никто ничего не спрашивает. Никто ничего не спрашивает. А кто еще есть в этой бесчисленном множестве парозий? Кто? Какие образы? Вы знаете, я просто себя больше позиционирую как артист разговорного жанра и менее как пародист. Дело в том, что вот такая у меня есть яркая пародия на Верку Сердючка, и поэтому мне прикрепилось такое, как бы такое клеймо, простите за выражение, паразит, пародист. Вот. Но в моем репертуаре больше, конечно, монологов. Монологов, которые пишут мне замечательные авторы белорусские. Вот хотелось бы об авторах поговорить. Сам пишешь или все-таки... Процентов 30 я, так сказать, пишу сам. Вот, скажем, много берется из жизни. Даже когда я помню, я был когда в Одессе, на первом фестивале пародий, большая разница, в Одессе, там просто нужно было походить по Одессе, о чем говорят одесситы. И послушать. Сразу записывать. Да, да, он и она говорит, Сема, скажи мне, пожалуйста, какой мне сегодня купальник одевать, открытый или закрытый? Он говорит, Галя, одевай оба вода холодная. Но это только в Одессе. Говорит, скажите, Роза Львовна, вы вчера с Люсей ходили на пляж, так почему она загорелая, а вы нет? Он говорит, ой, я вас умоляю, просто к Люське, кроме загара, никто не приставал. То есть, ну, это Одесса, то есть это все дает жизнь. Это колорит, да, Галя. Да, это колорит. Но есть у меня замечательные авторы, это прежде всего автор, и у нас сейчас с ним такой замечательный проект, театр юмора Комиксариат, которому уже два года, это молодой театр, который состоит из двух человек, это я, ваш покожий слуга Денис Липень и Сергей Комиссаров. Вот имя автора прозвучало. Да, Комиссаров является автором всех произведений, театра, и также 70% моего репертуара написано этим талантливым артистам и талантливым писателям-юмористам. За что ему огромное спасибо. Я надеюсь, Серега, если ты смотришь сейчас, тебе огромный привет передает весь Гомель. Так держать, пиши и дальше. Денис, ну все-таки продолжая, если о юморе, но все-таки достаточно серьезно, насколько сложно писать тексты, монологи, тот материал, с которым ты выходишь на сцену, смешать? Ну это мучительно. Это на самом деле вот такой очень долгий мучительный процесс, если уже говорить серьезно, потому что каждая шутка, она оттачивается, прежде всего, сразу на родственниках. Сразу на родственниках. Вот я тоже хотел спросить, кто же эти испытуемые, на ком проводишь тесты? Ну, прежде всего, конечно, это супруга, это мама, вот далее идут друзья, я позвоню и говорю, это смешно. Человек занимается, может он там работает в офисе, а я ему звоню, например, в обед, в обеденное время, говорю там, привет, Александр, вот шутка, слушай. И он вообще не понимает, говорит, что ты хочешь? Я говорю, ну как, смешно? Он говорит, да нет, не смешно, у меня это завал на работе. Ты понимаешь, просто у нас есть все шансы, что нам такие звонки тоже будут раздаваться. Я вот хотела сказать, ну звоните нам, мы послушаем. Я буду звонить вам сейчас, все. А можно вообще в прямой эфир на радио, Саша, да? Кстати, как вариант, да. Очень хороший. Денис, ну о первом успехе мы поговорили, но все-таки пародия, это не юмористическую сценку сыграть? Кто был первым персонажем? И может кто-то со стороны подсказал, что, Денис, у тебя это классно получается? Ну я думаю, что я не буду здесь выделяться и скажу, что первым персонажем, на которого я сделал пародию, хотя нет, хотя нет, я выделился. Вообще первая пародия у меня была на учителя по физике. Это была реальная история, это уже, наверное, в 9-10 классе у меня было пародии на учителя по физике. Это было на сцене или где-то в классе? Это было в классе, в классе, и уже гудела вся школа, вся школа смеялась, и уже на уроках меня просили даже другие учителя, школа была небольшая, говорит, сделай пародию на физика. И я делал, и тоже учителя говорят, похоже, безумно похоже. И потом, когда был урок физики, преподаватель по этому предмету, говорит, а у нас в школе, говорят, завелся пародист. Я говорю, да, и кто же это? И он говорит, так, кто дежурный? И я говорю, я дежурный. Говорит, почему доска не протерта? И влепил мне двойку. Это была первая оценка за мою пародию. Ну вот, а кого-то из современных артистов ты пародируешь, может быть, белорусских, адекватно реагирует? Ну, с двумя мы уже познакомились, Сердючко и Жириновский. Ну, кстати, с ними пересекался, с объектами своих пародий? Ответная связь есть? К радости, а может быть, к сожалению, нет. В моем репертуаре была такая пародия, ну, она как бы и сейчас есть, но была на Александра Бугаева. Он был когда-то ведущий программы «Тайный вкус», сейчас ведущий ваше лото. Здравствуйте, Александр Бугаев! Вот, была такая пародия, и даже когда у меня был, наверное, 6 или 7 лет тому назад первый мой сольный большой концерт в концертном зале «Минск», в большом зале, и я делал пародию на Александра Бугаева, он сидел в зале. И вот этот был у меня такой ход, как у Максима Галкина. Я его пригласил на сцену и сказал «Саша, похоже!» И он сказал «Нет!» И зритель смеялся. То есть, вот это вот тоже была такая фишка, скажем, это была первая и последняя пародия на белорусского исполнителя. К сожалению, не обладаю вокальными данными. Кому-то не дано, ну, вот я вот так признаю, что не особо, так сказать, одарил меня Господь талантом вокалиста. Хотя слух есть, слух у меня есть, но нету голоса. Вот в этом проблема, потому что я как пародист, я же воспринимаю слухом на ухо, что там, что там, как говорит человек, какие-то нотки, какие-то интонации. То есть, я это все ловлю, записываю на диктофон, потом слушаю, потом записываю себя на мобильный телефон, сравниваю с персонажем, на которого делаю. То есть, это идет огромный такой процесс работы. Вот у меня такой вопрос, Денис, а ты как-то вот подсчитывал, сколько примерно уходит на одну шутку, какой-то номер выступления? В среднем, если так округлить. Ну, или это все-таки вдохновение? Здесь все зависит, да. Здесь больше зависит, наверное, Татьяна, вы правы, зависит больше вдохновение. Иногда бывает, не идет. Вот не идет номер, не идет шутка, и вот ты ее как бы долго-долго перевариваешь внутри себя, может быть, месяц. Ты забываешь об этом, потом через год вспоминаешь. А бывает, что номер просто идет вот сразу. То есть, как бы, ты его читаешь на первом каком-нибудь концерте, ну, обычно проверяется все, чего греха таить. Артисты белорусские ездят по замечательным нашим белорусским санаториям, там дают концерты, и вот там проверяются номера. Ну, это как бы делают и российские юмористы. Я даже знаю, что, допустим, Евгений Ваганович Петросян, они перед тем, как давать сольный концерт в Москве, они по Подмосковью ездят, катают программы. То есть, это как мусорная бумажка получается. Да. Ну, а что делать? Ну, вот такой же процесс, и мы тоже от этого не отстаем. А было такое, что ты какой-то номер откладывал, потом долгий ящик доставал? Что это за номер был, если такое было? Ну, такого не было. У меня как-то все постучу под дерево. Все как-то идет, слава богу, хорошо, потому что есть, опять-таки, повторюсь, хороший автор Сергей Комиссаров, есть хороший артист. Ну, я, по крайней мере, думаю так, что обо мне скажут зрители. Ну, сам тебе не похвалишь, продолжение понятно. Вот. И вот в результате такого симбиоза у нас рождаются очень веселые номера. Я могу сейчас похвастаться, я скажу, что у нас зрители, когда приходят на наши концерты, они просто смеются, и потом еще, когда концерт, у нас концерт идет полтора часа. Ну, чистый юмор, без песен, скажем так, ну, мы стараемся сделать чисто юмористический полуторачасовой концерт. Если там эта песня, одна-две песни, не больше. И когда заканчивается наш концерт, зритель смотрит на часы и, типа, мол, так, а потом, а да, уже полтора часа. То есть ко мне подходить зрители... На одном дыхании. Да, Денис, мы пришли на ваш концерт. Почему так мало? Да, почему так мало? Мы же заплатили деньги, 10 минут прошло. То есть ощущение у зрителя, что наш полуторачасовой концерт идет 10-15 минут. Значит, время летит мгновенно. Это значит о том, что мы его внимание захватываем, забираем, и он укунается вот в наш этот мир юмора. Ох, что-то мне подсказывают, что этот час, эфирный час Доброго Вечера, пролетит так же мгновенно. Вопросов у нас очень-очень много. Денис, вот если вернуться опять-таки назад, ты вот помнишь свой первый выход на большую сцену? Как это было? Дрожали ли колени? Да. Забывал ли текст? Первый выход, наверное, на большую сцену, это было достаточно очень давно. Это был фестиваль юмористов. Я, к сожалению, не помню, как он называется, но это было все в молодежном театре эстрады. И художественный руководитель театра Василий Раинчик тогда был председателем жюри и вручил грамоту за первое место. Мы тогда заняли первое место. У меня тогда еще был такой театр «Джентльмена удачи», он назывался, юмористический театр. Мы ездили по всем студентам, были студентами, ездили по всем студенческим фестивалям театральным. И вот получили премию от самого уважаемого Раинчика. Это она до сих пор у меня в рамке, гордость. Это одна из самых моих первых, так сказать, наград и премий. Вот Александр спросил про дрожащие коленки. Хочу уточнить, бывало такое? Или вот все, ты выходишь, и у тебя все как по маслу? Ну сначала любой артист всегда перед выходом на сцену, любой артист, конечно, волнуется. То есть я не верю тем артистам, которые говорят, что я выхожу, я не волнуюсь. Ну может быть есть такие уникумы. Ну вот кого я знаю, все волнуются, очень все волнуются перед выходом на сцену. Потому что это ответственность. И для юмориста это самое сложное, потому что идет сразу контакт с залом. То есть смех, шутка. Ты его чувствуешь, да. Смех, шутка, да. И ты уже начинаешь купаться во всем этом вместе со зрителем, вместе. Потому что певцам, может быть, я не знаю, но может быть им как бы проще. Потому что певец вышел, исполнил песню 3,5 минуты, 4. Ну в финале в любом случае похлопают ему. И перед началом похлопают. И цветы подарят. И цветы подарят, если он кому-то купит их и попросит родственника вручить. Ну тогда такое бывает. Ну я так делаю иногда. Это уже... Ну чтобы складывалось впечатление, знаете, что такой Денис Липень артист, пришли, ему цветы подарили. На самом деле это какая-нибудь знакомая или знакомая. Я тебе букет вручу, ты мне подаришь. Ну бывает и на самом деле приносят подарки какие-то на сцену. И там конфеты, цветы какие-то, мишки там, еще что-то. Это очень приятно для артиста. Скажи, а можно ли говорить о таком понятии, как тренд в мире юмора и смеха? Ну конечно. О чем модно шутить? О чем уже, скажем так, что вышло из моды? Ну это то, конечно же, пародии. И насколько трудно это отслеживать? Ну я не скажу, что совсем трудно, потому что пародии, если, скажем, жанр пародии, то естественно нужно пародировать тех людей, которые сейчас на телевидении. Понимаете? Потому что там глупо, скажем, делать пародию на Брежнева, когда уже все это сделано, все это давно уже было. Поэтому надо делать пародию на тех людей, которые вот сейчас на экране находятся. У нас на экране бабушка в образе Дениса Липеня. Такая бабушка, бабушка. Вернее, Денис Липень в образе бабушки. Это, кстати, один из первых образов, в котором я вышел на эстраду, образ такой сказочницы Пелагея Завирайкина. Ну я без платка, а здесь с платочком. Денис, еще вот такой вопрос. Сейчас много юмористических проектов, в том числе камеди. Трудно ли в вашей сфере удержаться на плаву? Что тебе дает силы, я не знаю, там какое-то внутреннее чутье, удача, успех? А силы дает, конечно же, любовь зрителей, аплодисменты. Любые какие-то проблемы. Иногда, иногда ты сомневаешься в себе, думаешь, а может быть и не по правильному пути пошел. Может ты не в том направлении шутишь. Иногда бывают такие мысли. Ну, как только завершается концерт, зритель уходит с чувством благодарности. Они подходят и говорят, ну было классно. Причем люди не знакомы абсолютно. Они идут за сцену и говорят, слушайте, вот как классно. Мы так насмеялись, было так весело. То есть люди, которых я абсолютно не знаю. И это всегда дает какие-то силы для того, чтобы сделать еще что-то веселее. И еще что-то лучше. И еще что-то лучше. И продолжать творить. Предела совершенствования. Ну это точно, здесь даже и не поспоришь. Скажи, а как складываются взаимоотношения, скажем так, вот, хоть их и немного, но все-таки каста белорусских юмористов, она существует. Тот же театр Христофор, Радивиллов театр. Вот сейчас джентльмены удачи в прошлом, сейчас Денис Липпин. Тот же театр юмора. Вот. Существует ли какая-то здоровая конкурсия? Ну что я могу сказать? Или может быть какое-то разделение? Собирается совет юмористов. Так, пацаны, вы шутите об этом, мы шутим об этом. Ну, как сказал Павел Воля, что юмористы это клубок единомышленников и террариум коллег по работе. Поэтому, ну, вы знаете, я отношусь ко всем юмористам очень хорошо. У меня нет никогда такого, что я считаю, что я лучше кого-то, я считаю, что я хуже кого-то. Пускай это все решает зритель. Им решать, кто лучше, кто хуже. Безусловно, между нами есть просто хорошие отношения какие-то, такие полуприятельские. Мы общаемся, встречаемся, здороваемся, когда увидим друг друга на улице. Ну, в последнее время, скажем, мы подружились с Сергеем, опять скажу, Комиссаровым. И родился такой вот проект в результате такой, скажем, нашей дружбы театр, юмора, комиксариат. И у нас в Минске проходят концерты, причем проходят концерты раз в месяц. И мы собираем зрителей. Своими усилиями, ну, собираем. И мало того же, есть зрители, которые уже идут специально на наши какие-то новые программы. Это радует. Но сам ты, сам ты родом из города Лида. Скажи, пожалуйста, часто ли балуешь родной город своими визитами и не в частном порядке? Ну, последний концерт у меня в Лиде был, наверное, года три назад. Был, да, три года назад последний концерт был. Ну, я планирую сейчас осенью сделать новую программу и вновь порадовать своих земляков юмором. Денис, скажи, а учителя, которые тебя учили в школе, они приходили на этот концерт? Ну, к сожалению, судьба учителя по физике мне неизвестна. Но, скажем, иногда я встречаю учителей, которые преподавали, и они очень рады за меня. Они говорят, что мы, Денис, вот видим тебя, мы радуемся, что ты стал как бы юмористом. У тебя это хорошо получается. То есть люди мне говорят. Не то, что я говорю, у меня все хорошо получается. Для меня очень важно, что когда человек скажет мне, что Денис, у тебя вот хорошо получается, нам нравятся твои концерты, нам нравятся твои эфиры. Вот для меня это самое главное. Вот это главный сертификат, потому что опять все решает зритель. Не юморист один, второй, третий, пятый, десятый. Нет, все решает зритель. А с кого списываешь образы? Вот если брать, ты говоришь, 30% номеров, это твои номера? С улицы. С улицы. Кто становится персонажами? Обычные прохожие? Городские, пригородные? Например, в Одессе, когда я был, вот у меня, я побывал на Одесском привозе, и даже там мне ребята с программы «Большая разница», авторы, они написали такой номер женщины, которая продает фрукты в Одессе. Она говорит, «Да походим и покупаем самые лучшие вот эти фрукты и овощи. Мужчина, вы туда не ходите, там цены дороже, а абрикосы зеленые, как у вашего друга лицо. Подходим, покупаем». Там, например, к ней подходит, говорит, «Тетя Клава, взвесьте малинки». Она говорит, «Ой, я вас умоляю, что взвешивать? На глаз же видно, что в этом стакане ровно 8 килограмм. Берите, идите». То есть это все вот как бы списано тоже. Потом я как-то стоял в очереди, то есть покупил продукты, и передо мной стоял человек такой довольно очень милой внешности, но он так интересно разговаривал. Он как-то говорит, «Здравствуйте, это вот, значит, я хочу, вот я, значит, взял хлебушек, я взял». И так мило, у меня появился такой вот образ такого белорусского простачка, немножко с таким, скажем, таким селянским акцентом. И очень, кстати, зрители это хорошо воспринимают. То есть главное, чтобы в юморе было больше такой доброты изнутри шло. То есть не такой злой юмор, чтобы кого-то загнобить. Нет, если это простачок, то нужно его показать, ну, таким простодушным, что он попадает в такие нелепые истории. Чтобы влюбить себя в этот образ. Да, чтобы его люди даже пожалели, что он такой вот простодушный. Но ведь ты замечаешь эти образы, у тебя есть талант замечательный. Да, спасибо. Есть талант, спасибо. Ну, смотри, с другой стороны, солнце тоже не может быть для всех хорошим. Наверняка подходили с недовольным выражением на лице, рассказывали, мол, что как ты посмел пародировать тот или иной образ, кто-то себя узнал. Такого не было. Никогда такого не было. Даже если было, все равно бы фиг признался. Как мы уже выяснили, не только мужские, но и женские образы у тебя ты представляешь на сцене. Насколько парню трудно перевоплотиться, скажем так, в женщину? И это же мыслить надо, как она. Да, да, совершенно. Это как... Нужно в это время, да, именно... Главное, внутренний монолог должен идти. Не просто, понимаете, потому что иногда зачастую бывает, ну, не то что артисты, а это не артисты, а просто мужчины, которые передевают женское платье, и они думают, что они как бы артисты. Вот мужчина передел женское платье, накрасился, и он... Нет, должен идти образ. Вот как у Данилки, когда я слушал его интервью. Переключиться, раз, все. Да, то есть это история. Это история украинской Золушки, которая была проводницей и потом стала такой суперзвездой. То есть это история украинской Золушки, это история украинской женщины. То есть как бы это история, то есть вот это не просто он переодетый. И когда есть история, поэтому почему так зацепило народ, почему столько много пародистов стали пародировать, потому что это, ну, выигрышный персонаж. Он сделал, он попал в точку, в цель попал. Вот у меня есть такая мечта тоже, найти свой образ. К сожалению, я его еще не нашел. Ну скажи, вот ты, когда выходишь на сцену, у тебя же много образов. Соответственно, должен быть и гардероб. Где берешь вещи? Шьешь сам? Кто шьет? Кто создает, помогает тебе, скажем так, в технической стороне вопроса? Ну, в Минске, слава богу, есть замечательные модельеры, которые мне помогают. То есть я прихожу, если технический процесс такой, то есть я прихожу, говорю, мне надо то-то и то-то. Они мне рисуют, я говорю, нет, давайте это поменяем, что-то добавим. И через недельку-другую получается довольно... То есть ты уже представляешь себе сам, как вот должно быть... У меня даже иногда бывает так, что сначала рождается костюм, а уже от костюма образ. Вот я хотел спросить, номера, как появляется, номер под образ, под костюм? Или сначала появляется какая-то деталь, костюм, потом уже так, вот это вот... По-разному. Иногда бывает, появляется сразу, как я говорю, костюм, а потом появляется какой-то... Персонаж. Да, персонаж. А иногда бывает, вот, например, Сергей Комиссаров написал мне образ, образ, скажем, простой белорусской женщины, которая открыла ресторан японской кухни. Вот. И, естественно, у меня уже от этого тогда появился образ кимоно. То есть я шил такой костюм, ну, чтобы было немножко зрителю ярче, потому что, когда зритель видит, что меняется картинка, он же еще зрительно воспринимает, помимо того, что слушает, он смотрит еще. Когда меняется картинка, когда другой костюм, это, опять-таки, для артиста большой плюс. Ну, на мой взгляд. Ясно. Скажи, вот мы уже говорили о большой разнице в Одессе. А что это был за фестиваль? Что это было для тебя такое? Ну, я похвастаюсь. Я скажу, что я первый белорусский артист, который поехал на первый фестиваль пародии в Одессе «Большая разница». И меня пригласил туда сам Александр Цикало. Проходил кастинг, по-моему, в Белтелерадиокомпании на «Макайонка-9». Вот. И я когда зашел, ну, мне друзья позвонили, говорят, слушай, большая разница. Даже я не сам не читал объявления. Говорят, слушай, сходи на кастинг. Я говорю, ну, почему вы не сходите? Просто я отбалдый, не готовясь, пошел. И, значит, когда Цикало видел, он сказал, вот класс, все. А что ты показывал? А у меня были пародия на Александра Солодуха. Вот как раз такая. Ну, она не получилась, как бы. Ну, я не знаю, почему. Но Солодуха не обиделся, наверное. Цикало, эта пародия понравилась. Может, он просто не знал, кто такой Александр Солодуха. Поэтому ему понравилось. Ну, не знаю. Ну, на мой взгляд, как бы, мне не получилось. Я как бы оставил и не делал. Ну, ему это очень безумно понравилось. Он меня пригласил. Говорит, по-моему, там 4 августа у нас фестиваль будет в Одессе. И я ему говорю, Александр, вы знаете, у меня на это число свадьба. Я работаю на свадьбе. Он-то подумал, говорит, ну, у меня тоже свадьба. Я тоже работаю. Но отмените. Лучше отмените. И приезжайте к нам на фестиву. Ну, не пожалел, что отменил свадьбу и поехал туда? Ну, у меня не было на это число свадьбы. Просто мне нужно как-то было перед Цикавой... Цену набишу. Цену набишу. Я занятой тоже человек, понимаете. Опять-таки постараюсь свернуть наш разговор немножко в серьезное русло. Костюмы, образы, внутренний монолог. Друзья, расскажу небольшую предысторию. То, что с Денисом нас связывают какая-то часть жизни. Мы вместе учились в Университете культуры на одном курсе на театральном факультете у доцента посетителя Зинаиды Михайловны. Денис, вот можно сейчас тебе уже по прошествии этих лет, как мы закончили университет, задать такой вопрос. А чему тебя научил театральный факультет? Ну, во-первых, конечно же, это общение. Общение. Во-вторых, это немножко какой-то манере раскрепощения работы актера над ролью, работы актера над собой. То есть вот эта система Станиславского, кому бы она нравилась, не нравилась, ну, она работает. То есть как правильно работает. То есть внутренний монолог, шлейф. То есть ты должен выходить на сцену со шлейфом. То есть если ты с мороза, то ты не просто выходишь на сцену, здравствуйте, да? Если ты с морозом, значит тебе как бы холодно. То есть я помню, когда даже я играл в каком-то там спектакле, в институте. Кстати, мы когда учились с Александром, должен рассказать, мы поступали в институт культуры. Я уже, боже мой, я уже боюсь, что он разрушит. А закончили университет. У меня тоже так же было. Это стал университет культуры, а закончили мы белорусский государственный университет культуры. У нас три вуза мы закончили. Совершенно верно. А потом еще и искусств добавили. Да. Дело в том, что Татьяна тоже заканчивала белорусский университет, институт культуры. Как угодно можно его назвать. Потом он был в Гуки, да, вот так вот. То есть там еще добавили. Так что сейчас ты прибегаешь к опыту драматическому? Полученному в стенах университета. Ну, там я все равно был юмористом. Я там играл Хлистакова. Потому что один раз, когда я Зинадею Михайловне Посютине принес как бы монолог братьев Карамазовых, одного из братьев, там такой серьезный монолог. Религия, вера в Бога, есть Бог, нету. Я вот когда вот это читала, с глазами все, она смеялась. А я не понимаю, я не понимаю, потому что мне казалось, что я играю, я проигрываю внутри, я как бы схожу с ума, у меня там идет борьба добра и зла. И она мне сказала, говорит, я, говорит, лучше Хлистакова играй, лепи, у тебя больше получится. Ну, наверное, выражение лица, оно выдавало совершенно другую картину. Ну, смеялись, там человек сходит с ума, да, а я сделал из этого какую-то комедию, из драмы сделал комедию. Поэтому мне сказали, говорит, лучше комедийная роль, и я не спорил с педагогами, и хорошо, я буду лучше комедиантом. Я предлагаю сделать небольшую паузу, эта пауза, безусловно, будет юмористическая. Ну, а совсем скоро мы продолжим беседу в студии «Доброго вечера». Напомню, что у нас сегодня артист, пародист, юморист и наш хороший друг Денис Лепин. Не переключайтесь. Сейчас я вам расскажу. Забыла. Склероз сильный с подмелья. Ой, помню, пришли ко мне на 23 февраля 33 омоновца. С ними дядька Черномырдин. Все сожрали, выпили и ушли, и меня красной девицу даже никто не тронул. И спрашивается, что это за мужики? 34 кабелины? А толку одних, как от чупа-чупс на морозе. О, живу-ка в сказке. О, вспомнила. Сейчас я вам расскажу сказочку про сестрицу Аленушку и ее братиков Иванушек Интернешнл. Ой, сколько раз говорила сестрица, не пейте воды из лужицы. Не послушались братики, напились воды из лужицы и были Иванушки Интернешнл, стали рашен-козленочки. Ой, или вот сказочка про трех бухарей, богатырец Илья Муромца, Добрын Никитича и Алешу Поповича. Выпили они на троих, Илья говорит, все, чувствую себя такую силу, пойду сейчас Змей Харыныча завалю. Добрын говорит, да что Змей Харыныча, пойду сейчас Кашей бессмертно завалю. А Леша так на них посмотрел, посмотрел, говорит, хе-хе-хе-хе, идите, идите. А я пойду пока Василису прекрасно завалю. В Гомеле сегодня добрый вечер юмора. В гостях у нас артист, пародист, юморист Денис Липень и в наших рядах, как говорится, прибыла. Друзья, мы приветствуем всех тех, кто присоединился к нашей компании этим вечером. Ну а пока у нас была небольшая пауза, компания наша увеличилась, как я уже сказал. Все, что мы знаем про нашу гостю, зовут ее Элли. Денис, ты просто обязан рассказать, кто такая Элли, кто эта очаровательная блондинка. Откуда она взялась, да? Ты знаешь, как парень с девушкой знакомится, он говорит ей, говорит, ты знаешь, милая, ну перед тем, как мы с тобой, собственно говоря, святаемся узами гименея, я должен тебе сказать, что у меня бронхит, у меня гастрит, у меня хондроз, у меня тахикардия, у меня сердце немного... Ну и перечисляет ей кучу болезней, она такая совсем опешила, говорит, боже, ну хоть чего-то у тебя нет. Он говорит, да, зубов. Нет, ну это я шучу, конечно. Потому что я, вот еще пару секунд, я бы попросил Элли рассказать. Элли, ты знакома с этим молодым человеком? Ну да, я вот тоже смотрю, думаю, кто это, кто это вообще? Нет, мы муж и жена уже, мы 8 лет мучаемся, живем душа в душу. Да. Мы вместе гастролируем, помимо того, что мы, так сказать, супруги, у нас сольные концерты идут, потому что я шучу, Элли поет, то есть как бы у нас разноплановый концерт, бывают такие музыкально-юмористические. То есть получилась хорошая семья певицы и юморист. Ну что было первичным, расскажите, симпатии или творчество? А сошлись очень просто. Пока мы еще не были знакомы, я выступала по концертам отдельно от Дениса, и он где-то там выступал. И как-то так получилось, что мы пересеклись на одном концерте. И организатор просил Дениса заехать за певицей. Говорит, ну вот заедь, у нас с нами сегодня едет певица, заедь к ней домой. У нее много костюмов, там, микрофон и так далее. Денис говорит, за певицей я поеду. Да нет, ты что, за какой-то певицей? Ну так без пяти минут заслуженный артист. Народная любимая. Я просто расскажу, что я тогда был холостяком, и я хотел тогда познакомиться как раз с девушкой. И мы ездили по концертам, по санаториям ездили. И вот все время меня просили заехать за певицей. И вот как-то что-то вкус, ну у меня такой, знаете, вот что-то мне эти певицы не нравились. Раз не повезло, два не повезло. Да, раз не повезло. Я уже в надежде, когда заехал за певицей, я уже жду, ну наконец выйдет. Думаю, ну вот, сейчас выйдет, я же заеду, познакомлюсь. И идет. Я думаю, ну дай бог, чтобы не она. И она такая, открывает дверь, говорит, ну вот я, как бы, вы же за мной, я говорю, да, за вами. И вот было таких вот, наверное, пять заездов. Вот. И когда меня попросили заехать за Элли... И потом, да, он за мной не заехал. Я не заехал. Он встал где-то там в метрах 500 от моего дома, говорит, ну подойдешь, что это? Я говорю, подойди, я тут стою на стояночку, я не знаю, где там парковаться у вас. И потом, когда увидел ее, она шла, было лето. Куча сумок, куча костюмов. Месяц, и я думаю, дай бог, чтобы это была она, чтобы это была певица. Потом вижу в руках микрофон, говорит, да, певица. Опознавательный знак. Все, зашла, я сразу сказал, что будешь, ну, говорю, предлагать себе руку и сердце. Да, так и было. Мы поехали в санаторий на Нароч. Я ей сказал, что вот мы едем на санаторий на Нароч, там выступаем, ты мне даешь ответ, да или нет. Если ты даешь ответ, нет, то ты на Нароч остаешься, и как доехать до Минска, это твои проблемы. А если ты скажешь да, то да, я тебя довезу домой. Добрый пародист. Эля, скажу вот честно, а простила ли ты ему тот факт, что при первой встрече, при первом знакомстве в 500 метрах от дома остановился, не зная, где припарковаться? И с сумками, и с микрофоном пришлось все это расстояние. Я помню всю жизнь, уже столько лет, и все помню. Я не могу. Все за мной заезжали, а тут какой-то... Кто все? Какой-то перец, думаю, тогда взял и не заехал. Думаю, ну ладно. Вот говорят, что в жизни юмористы, они достаточно серьезные и замкнутые люди, что, ну, как говорится, с них слова не вытянешь. Так ли это? Ну, вообще, скорее всего, да, потому что, ну, сцена, выступление это одно, а жизнь это другое. И когда заканчивается концерт, когда уходят зрители, ну, любой артист, он остается один. Ну, либо со своей семьей. И, естественно, это другой человек, у которого тоже меняется настроение, и хорошее, и плохое, это жизнь. Шуток свой адрес он не понимает. Даже вот я пытаюсь в домашних условиях, там, как-то пошутить на ним, или что? Нет, все, он не понимает, сразу обижается, и все. Ну, вот такой вопрос. Ну, в принципе, да. Ну, вы ведь не только семья, но и творческие коллеги. Часто ли возникают творческие споры? Постоянно. Как вы с этим справитесь? В каком смысле? Постоянно. И на какую тему? Ты неправильно шутишь, ты неправильно поешь. Да. Да, да, я советую. Я потому что старше, во-первых. Но мне советовать нельзя. Это, кстати, если я вот что-то вот говорю... Нет, я сразу говорю, вот проведи две тысячи мероприятий. Да, все, это не воспринимается. Ну, и тогда будем, ну... Ну, вы ведь прислушиваетесь друг к другу, делаете что-то вот... Ну, кстати, Катанин иногда часто советует. Я такой человек, просто у меня характер очень сложный. Ну, если честно быть, уже... Как говорится, попсихует, попсихует, но потом подумает. Ну, я просто очень эмоционально, очень такой... Я быстро как бы так вот спихиваю, как спичка там что-то. Могу даже накричать. Ну, я потом вот через минуту я отхожу и потом скажу, ну, прости, там, неправ был. Ну, извини, то есть... Ну, вот так вот. Потому что она дает какие-то советы, и потом... Ну, я так как бы, типа, гордый, говорю, что ты советуешь мне, это какая-то ерунда полная. А потом я подумаю, и, в принципе, вот, оказывается, что она права была. Ну, ведь и номера читаете, супруги? Первая слушательница. Ну, сложно читать, сложно, потому что... Вот, и вообще рассмешить ученики. Да, у меня с юмором очень тяжело. Эли, вот вы пытались выяснить, кто же становится... Ну, вот первыми жертвами этих вот юмористических тестов. Ну, выясни, там, коллеги... Ну, первые жертвы, это я, потому что я нахожусь всегда рядом. Вот, вот, вот она. Первая жертва, а вторая жертва, это мама его. Вот, но вообще на мне очень тяжело проверять, потому что, ну, я с юмором так, я больше с пением, и поэтому меня рассмешить, ну, очень тяжело. И очень много анекдотов, которые Денис мне рассказывал, я такая сижу, ай, не смешно. Ну, я не знаю, ну, что-то не то. А бывает, если вот он расскажет анекдот, и мне смешно, ну, значит, это смешно уже всем. Да, это будет просто... Ну, это редкость такое, говорит, неужели, рассвешил. Анекдот тоже найти, анекдот народной творчества очень сложно найти. Допустим, из тысячи анекдотов, которые я могу перечитать, один, два анекдота я могу найти хороших. То есть, такой материал очень сложный. Но ведь здесь же тоже искусство, как рассказать его. Можно даже самый лучший в мире анекдот рассказать, что... Да, совершенно как бы верное искусство. Но все равно как бы хочется... Ну, вообще, как, по-моему, говорила Дип Пиаф, если не изменяет мне память, что ее спросили, кто такая там настоящая певица, настоящий артист. Она сказала, что настоящая певица может спеть телефонные справочники, это будет хит. Ну, в этом есть доля правды, но, конечно, материал тоже немаловажный. Материал тоже много, значит, репризы, шутки, когда хорошие. И хорошая подача, это все складывается в хороший такой мощный номер. Вот, кстати, для тебя кто является, скажем так, образцом, эталоном для подражания, на кого ты равняешься? Ну, как и все юмористы, я не буду здесь исключением. Это Чарльч Аплин, это Аркадий Райкин. То есть, это люди, которые были первыми, первыми такими профессионалами своего дела и достигли таких высот, и их юмор актуален до сих пор. Номера Райкина сейчас актуальны даже сейчас. Хотя у Райкина очень много сатиры в номерах в то время. И сейчас эта сатира актуальна. Ну, а дома вот часто просят близкие устроить импровизированный концерт. Вот, знаешь, когда дома есть своя творческая группа, своя певица, свой артист разговорного жанра, наверняка на домашних праздниках, где-то там в Шагарда, на шашлыках. А ну-ка, ребят, давайте устроим такой вот концерт. Берем колоночку, микрофончик, едем, все это подключаем. Не важно, где это, на природе, дома или в кафе, там, день рождения празднуем. Всегда. Мало того, что мы сами придумываем там какую-то конкурсную программу, ну, развлекаем наших гостей сами. Ну, сумасшедшие люди, то есть, ну, как бы не умеем отдыхать. Обязательно шутки, анекдоты. Будьте добры, участвуйте еще и в конкурсе. Там уже все гости, там, наши знакомые, вот если там собираем какой-то день рождения, праздник, банкет, ну, чисто вот близким кругом, все уже сидят и ждут, ну, давайте, там, ну, вышли. Я свое день рождения, я вел сам лично, свое день рождения, и Таня тоже вела. Мы вдвоем вели мой день рождения, и всем очень понравилось. Знаете, наблюдая со стороны, задаешься невольно таким вот вопросом. Одно дело, человек, который является эталоном в профессии, но есть еще такое понятие, как разножанровость. Вот сейчас, вот мы уже затронули немножко тему и всех направлений камеди. Ты остаешься сторонником, скажем так, классической юмористической школы. Наш дуэт вообще, если мы, я работаю дуэтом в театре, мы равняемся на, простите, конечно, уже за такое сравнение, на Карцева и Ильченко. Вот это, это наши кумиры, это мастера, вот у нас приблизительно мы хотим делать вот такой юмор. Стендап, кемеди, это все хорошо, ну, у нас немножко, у нас больше эстрада, потому что камеди, это больше стендап, а у нас классическая эстрада. Денис, а вот долгое время юмор, это считался вот мужским, мужской профессией, как ты относишься? Единицы женщин, конечно, там были, там Клара Новикова. Рожкова к нам приезжала. Светлана Рожкова. Да, замечательно. Ну вот до сих пор, по-моему, юмор считается, скажем так, сугубо мужской территории. Как относишься к женщинам-коллегам? Ну, никак, я, ну, честно говоря, не, это, конечно, замечательные артистки, ну, вот все-таки смешить, ну, девочка должна быть, ну, красивой как-то. И видите, красивая девочка, и ведущая красивая. Красивый глаз. Ну, вот когда женщина выходит и смеются над женщиной, ну, для меня как-то это... Потом еще, знаете, вот такая большая несправедливость есть, да, когда женщина вот, ну, что греха таить, бывают шутки там на такие бытовые темы, там, алкоголь, измена. Вот когда говорит женщина, да, например, даже про измену, ну, это как-то из УИУ смотрится, ну, как-то даже вульгарно. А вот когда мужчина, например, говорит, Вася, у тебя жена гуляет, говорит, да пускай гуляет, она тепло одета. То есть когда мужчина, это как-то так по-доброму все воспринимается. Ну, это такой вот мой взгляд. Мне не нравятся женщины-юмористы, юмористки, хотя очень много профессионалов таких, да. Ну, вот, не знаю, не принимая вот женщины-юмористы. Наверное, с точки зрения чисто мужской, вот, говорите сейчас. Ну, наверное, да. Ну, я же просто, я же обычный человек, как и все, поэтому... Ну, это мое субъективное мнение. Ну, как говорится, на вкус и цвет. Да, да. Кому-то нравится, кому-то нет. Да, и я многим не нравлюсь. Эля, а никогда не было желания выйти вместе с мужем на сцену и помочь ему? Ну, шутить. Ну, конечно, было желание. Допустил? Нет, конечно. Ну, он же сказал, что неприятно. Я как-то попыталась на концерте рассказать анекдот в честь первого апреля. Рассказала. В принципе, у меня анекдот-то удался. Ну, это ты так думаешь. Да. Ну, зритель смеялся, как ты говоришь. А, ну, там три сумасшедших человека взаимущества. Он сказал, не надо, лучше пой, и все. Вот, наверное, не открою секрет, но идея лежит на поверхности. Почему бы не объединить на сцене певицу и юмориста? Чтобы певица где-то в песне пошутила, а юморист запел. Не, ну, это нонсенс. Это то же самое, что евреи-оленевод. Саша, о чем ты говоришь? Каждый должен заниматься... Ну, опять, это мое мнение. Я не утверждаю, что это мое мнение, как говорил Бернард Шоус, существует два мнения, мое и неправильное. Это мое субъективное мнение. Мне кажется, каждый должен заниматься своим делом, если хирург будет лечить зубы, а стоматолог будет вырезать аппендицит, это будет бардак. Но ведь в твоей жизни была не только сцена и есть, но был еще и кинематограф. Как это получилось? Ой, ну это вот Саша попал в кино. Саша, ну это мы можем рассказать, как мы попали в кино. Когда были студентами, мы ходили постоянно, и Пасютина нас приглашала на какие-то... И при том, это были не кастинги. И мы снимались. Это были целенаправленные съемки. Да, это были какие-то небольшие эпизодические роли. Иногда это просто была массовка. Ну нам было это весело, как бы интересно. И с тех пор, наверное, там остались какие-то у них наши данные, координаты. И иногда раз в 10 лет на какой-то маленький эпизодик пригласили, снялся. Но Денис Липень на сцене и в кино, это одно и то же? Вот как ты себя ощущаешь? Нет, в кино нет. Ну, в кино, это, честно говоря, кино это не мое. Это тоже нужно уметь все это делать, потому что эстрада здесь важна, что реакция, взаимодействие со зрителем. А в кино ты должен быть таким, какой ты есть на самом деле. То есть практически там ничего не нужно играть, там нужно просто органически существовать. А на мой взгляд, на сцене как бы это там все гротесково, все преувеличено. Ты выходишь в одном образе, во втором. В кино же так-так не сыграешь. Ну а на сцене ты играешь первым. Боже, кто это? Вот подожди, не торопись говорить, что твое это не твое. Давай пускай зритель, лучше наши телевизионные зрители это оценят. Так как мы на телевидении, у нас сейчас есть возможность увидеть Дениса Липеня в кино. Давайте посмотрим. Позорище позорище. Да ладно? Смотри, какое платье. Я тоже такое хочу. Что мне с невестой снимать? Да вы не волнуйтесь, мы вам еще лучше сошьем. А здесь что, невесты платье сами шьют? Я не невеста, я консультант. Просто закончили платье для клиентки, а она в отпуске. Просила фотографию вызвать. Ну вы подождите немножко, я сейчас переоденусь. Приду, я вам обязательно помогу. Спасибо. Простите за нескромный вопрос. А сколько стоит такое? Не беспокойтесь, Катенька наш лучший консультант. Тысячи пар сделала счастливыми, и вам обязательно подберет наилучший вариант. Поверьте мне, Катя с Гименеем на «ты». Это директор салона? А может быть, она может с ним договориться, и нам сделают скидку? Гименей – это греческий бог, отвечающий за заключение брачных уз. Ну вот, Денис Липень в кино, и это единственная картина, или можно увидеть еще где-то? Ну это к радости единственная картина, потому что это какая-то школьная работа. Мне просто пригласили сыграть роль молодожона, там я красиво мерил костюмы. И, как бы говорится, чего греха таить, у нас с Элей вместе такой он свадебный, еще корпоративный бизнес. Ну все артисты работают на свадьбах, это не зазорно, и там оттачивается тоже мастерство, импровизация, интерактив и так далее. И потом, когда люди сидят за столом, и заставить их, чтобы они оторвались от стола и посмотрели программу, это еще тоже, как бы, нужно обладать этим умением. Вот скажи, пожалуйста, а самого тебя часто разыгрывают? Ну да, да, бывает. Ну ты, наверное, знаешь этот случай, я же рассказывал, когда мне позвонили, сказали, на 1 апреля у меня был концерт, и сказали, что вот приедет телевидение снимать твой концерт. Причем так все серьезно сказали, я такой был радостный, все там ждал, где, где. Потом приехал на телевидение, сказал, а что вы не приехали снять мой концерт? Они подумали, какой-то ходячий диагноз, говорю, кто вы? Я говорю, я Денис Либель, кто вы такой? Я говорю, почему вы, я с претензиями, говорю, почему вы не приехали снять мой концерт? Вот, и там чуть ли не скандал был, потому что у меня, потом уже друг позвонил, говорит, так это розыгрыш, я тебя разыграл. Но ты все воспринимаешь серьезно. Ну я такой, я просто доверчивый, у меня, ну как бы так, поддаюсь. Может, где-то наивный, как бы, в душе каждого артиста, это ребенок. А как вы отдыхаете? Отдыхаете от юмора, от шуток? Где набираете творческие силы? Все-таки постоянно шутить, постоянно петь тоже невозможно. Ну уезжаем вообще отсюда, куда-нибудь на безлюдный остров, в жаркую страну, там, например, там на остров в Таиланде какой-нибудь. Что ты говоришь, вдруг налоговый? Вот, где? В Номинском море мы ездим отдыхать на остров. В жаркое. Прекратите сейчас таванку. Погода. Да, там же солнышко, погода хорошая. Ну, я скажу, Саша, ты тоже отдыхаешь в Индии, на Гуа. Сейчас придет налоговый, рассказывай. Ладно, рассказываем все. Не так дорого. Дело в том, что я расскажу. Главное критерий путешественника – это купить билеты. То есть выбрать страну, куда ты хочешь ехать. Все промониторить про эту страну, узнать. Купить билеты. Билеты бывают на скидках. Бывают на очень больших скидках, где там скидка 50%. Записки путешественника. Да. Покупаешь билеты, летишь в эту страну. Разговариваешь на английском. Ну, я не знаю. Я знаю только одну фразу по-английски. She's my translator and my wife. Все, больше я... Они еще знают how much. Естественно. Две ключевые фразы, которые... Мне этого достаточно. Предостаточно. Жить можно и спокойно существовать. Ну, а тем более, когда ты приезжаешь в Тайлайн, там вообще такое ощущение, что там все русские. Потому что идет компания. Мы с Таней как-то были заблудились. Хотели спросить у компании, которая идет нам напротив, где пляж. И я подхожу, и таком наломаном английском им говорю... Where is the beach? Да. Where is the beach? И они мне такие... One moment. Так, слышишь, Коля, так где там, как именно сказать, где этот пляж? Я говорю, ё-моё, так русские же. То есть там русская речь там не надо. Пускай эти тайцы учат русский лучше. Ну, кроме Таиланда, что еще любите? Какие страны? Ну, мы любим все только жаркие страны. Жаркие страны. Мы были... Ну, много где были, много где путешествовали. Мы были на Кубе, были в Индии, были на Филиппинах. Еще много где были. Да, еще много где. Ну, опять-таки, я должен сказать, что это на самом деле... Мы не отдыхаем в таких отелях, которые там пять звезд. То есть мы... Для нас вообще жилье, когда мы приезжаем на отдых, жилье... Мы можем ночевать хоть в палатке. То есть для нас главное море. Кто-то там заморачивается. Я знаю, там есть друзья, которые говорят, вот мы только в пятизвездочный отель, там и так далее. Да там три звезды, мы не будем отдыхать. Мы не поедем. Нам не важно, хоть в палатке. То есть мы переночевали, потому что все равно там отель, он используется как какая-то точка дислокации, где есть какие-то вещи, где переночевать и все. Остальное там еда, местная еда, она всегда дешевая. Она недорого стоит, там все это стоит копейки. Пляжи там, скажем, бесплатные есть. Есть платные, есть бесплатные пляжи, где можно, так сказать, прийти позагорать. Открою вам небольшую тайну. Я ее открываю всем гостям, которые приходят в эту студию. Этот павильон обладает небольшой магической силой, или может быть большой. Здесь любые мысли, мечты, они рано или поздно воплощаются. Они материализуются. О чем вы мечтаете? Ну, если серьезно, если серьезно сказать, я мечтаю глобально, да? Помните там, Шура, сколько вам нужно денег для полного? Для полного? Вот, если так сказать. Я вообще мечтаю, чтобы в мире было больше добрых людей, чтобы не было, естественно, войн. Эля, а что мечтаешь ты? Да, мечтаю, чтобы у меня, у моих близких было крепкое здоровье. Ну, это самое главное. Ну, конечно же, хочется реализоваться в творческом плане окончательно. Ну, это цель. А тебе, говорю, мечта. И создать полноценную семью. Чтобы у нас появились маленькие детишечки. Потом и все в творчестве, в работе. Анекдот. Дети разговаривают в песочнице и хвастаются друг перед другом. Первый поднимается такой мальчик, говорит, А нас у мамы двое, и у каждого есть свой магнитофон. Вот. Поднимается девочка, говорит, А нас у мамы трое, и у каждого есть свой велосипед. И тут поднимается такой пацан лет пяти и говорит, А нас у мамы семеро, и у каждого есть свой папа. Ну, нам-то много пап не надо. Да, это шутка, если говорить. Я думаю, что сейчас пришло время пожелать самые искренние, самые теплые слова и пожелания нашим зрителям этим добрым вечером. Желаем нашим зрителям счастья, удачи, успехов во всех ваших делах, исполнения всех ваших возможных и невозможных желаний. Как говорится, любите, радуйтесь и наслаждайтесь жизнью. Жизнь прекрасна, друзья. А я хочу пожелать, ребята, чтобы вы всегда оставались только оптимистами в любых ситуациях. Потому что когда пессимист падает в пропасть, он кричит «падаю», а оптимист, он кричит «лечу». Я желаю вам полета по жизни, хорошего, яркого. Спасибо огромное за то, что этот вечер вы провели вместе с нами, за то, что приехали к нам в гости из города Минска в город Гомель. Напомню, что у нас в гостях был юморист, артист, пародист и мой бывший одногруппник по Университету культуры Денис Липень. Его замечательная супруга, певица и ведущая Элли. Я уверен, что это первая, но далеко не последняя наша встреча в телевизионных просторах. Ну и учитывая то, что мы тебя, Элли, представили как певицу, без песни мы тебя не отпустим. Буквально через несколько мгновений мы с Татьяной уступаем эти студийные просторы, телевизионные просторы тебе. Ну а всем вам, друзья, хочется сказать, что смотрите телеканал Беларусь 4, особенно по вечерам, ведь с нами каждый вечер добрый. Поднявшись высоко, красиво и легко. Я птицей улетаю, таю, таю. За солнцем и луной, за летом и зимой. Я о любви мечтаю, таю, таю. Поднявшись высоко, красиво и легко. Я птицей улетаю, таю, таю. За солнцем и луной, за летом и зимой. Я о любви мечтаю, таю, таю. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Я видела рассвет своей мечты, Где были только вместе я и ты, Я и ты, мы наслаждались неба тишиной. Может, только в мечтах, Но ты всегда со мной. Поднявшись высоко, красиво и легко. Я птицей улетаю, таю, таю. За солнцем и луной, за летом и зимой. Я о любви мечтаю, таю, таю. Поднявшись высоко, красиво и легко. Я птицей улетаю, таю, таю. За солнцем и луной, за летом и зимой. Я о любви мечтаю, таю, таю.